Северная Корея шлёт новые угрозы. На этот раз Пхеньян пригрозил ядерным ударом Австралии. Ситуацию накаляют также новости о приближении американского авианосца к корейскому полуострову. В Пхеньяне уже пообещали потопить его одним ударом. Чего ожидать от КНДР и к чему готовятся страны-соседи? В нашем следующем материале. Пхеньян угрожает Канбери ядерным ударом. Не на шутку разозлили КНДР заявление министра иностранных дел Австралии. Джули Бишоп накануне сказала, что Северная Корея несёт серьёзную угрозу безопасности в регионе. Пхеньян отреагировал моментально. Назвал австралийское правительство послушным исполнителем указаний Белого дома и пригрозил в случае дальнейшего давления нанести ядерный удар. Подобные угрозы уже не раз звучали в адрес США. Ядерное оружие в руках режимов Пхеньяне с программой баллистических ракет представляет угрозу для стабильности и безопасности в этом регионе, а также потенциально для континентальных Соединённых Штатов. Вице-президент США Майк Пенс как раз находится с официальным визитом в Австралии. Угрозы в адрес Зелёного континента он пока не комментирует. Впрочем, надеется, что ситуацию ещё можно решить мирным путём, если подключится Китай. Соединённые Штаты вместе со своими союзниками работают над новым соглашением между США и Китаем, чтобы предпринять в дальнейшем необходимые шаги для достижения мирного решения на Корейском полуострове. Вместе с заявлениями о мирном разрешении ситуации появились сообщения о том, что США направили к Корейскому полуострову свой авианосец Карл Винсон. Пхеньян пообещал потопить его одним ударом. По северокорейскому телевидению уже поспешили предупредить народ, что КНДР готова к войне. У нас есть могучая ядерная держава, и мы можем защитить себя от ядерной угрозы со стороны США. Без малейших колебаний мы ответим на полномасштабную войну ядерным ударом, и победа будет за нами в битве с Соединёнными Штатами. И без того накалённую обстановку ещё больше подогревают новости о новых ракетных запусках, которые Пхеньян запланировал ко дню армии, 25 апреля. Вашингтон и Сеул подозревают, что речь идёт о ядерных испытаниях. В связи с этим соседняя Япония присоединилась к авианосной ударной группе флота США для учений недалеко от берегов Корейского полуострова. Манёвры проводят с целью давления на Пхеньян. Подействует ли такая тактика на Северную Корею, не берётся прогнозировать никто. Неделю назад Пхеньян, несмотря на переполох в регионе, всё-таки провёл ракетное испытание. Но безуспешно. Ракета упала сразу после запуска. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер.